Акция посвящена провозу 70 вагонов с отработанным урановым топливом за этим переездом, который находится сзади вас. В ближайшие дни здесь будет осуществлена перевалка в порту на станции Автово. 600 тонн отработанных урановых отходов, которые пришли из заграницы, из Германии, из города Граунау, и будут транзитом направлены в Екатеринбург для дальнейшего захоронения. Никакой переработки не будет. Мы возмущены, во-первых, тем, что наша страна не помойка ядерная, и почему мы должны принимать чужие отработанные урановые отходы. Это первый момент. А второе, мы глубоко возмущены, что нет никакой информации о том, что данный опасный груз пройдет именно здесь. Это тщательно замалчивается, скрывается, об этом никто не оповещается. И как мы видим, дополнительных мер безопасности здесь никаких нет. Пока мы только знаем, что груз находится на судне, судно находится на рейде около Кронштадта. И когда будет разрешена проводка, оно встанет под выгрузку и будет выгружаться. Займет это, может, до нескольких дней. Соответственно, все эти два или три дня будет превышен радиационный фон в зоне порта. Сейчас около данных контейнеров уже фон превышен в 12 раз. Это подтверждают замеры экологов. И мы не хотим быть приемным пунктом вот этого уранного отхода, который потом опять вглубь нашей страны, в Екатеринбург, и будет там просто зарыто. И кто-то на этом заработает миллиарды, потому что все контракты, они закрыты. То есть в данном случае проект ссылается на коммерческую тайну и не раскрывает условия. Они нам рассказывают то, что этот груз идет на переработку. Но мы им не верим уже давно. Мы хотим видеть документы. Россия есть только единственный пункт переработки этих урановых отходов. И поэтому власти, чтобы как-то это все легиметизировать, они указали этот адрес, чтобы туда можно было как-то везти. Но на самом деле у нас еще куча непереработанного топлива с советских времен. Это в том числе топливо, которое вырабатывается на атомных электростанциях. А как вы знаете, сейчас весь мир отказывается от атомных электростанций. Переходит на зеленую энергетику, ветроэнергетику, электроэнергетику развивает, гидроэнергетику. У нас это абсолютно не развивается. И вся вот эта вся отработанная топлива, оно точно так же должно перерабатываться. Нам рассказывают, что мы через 10 лет это все переработаем и вывезем. Никто не знает, что тут будет через 10 лет. Понимаете? Где гарантии? Мы хотим гарантии. Как такое допустили, что наша родина, Россия, стала просто ядерной помойкой для стран НАТО? У меня это большой вопрос.